Девушки отдыхают Девушки отдыхают В системе Колумбии Адмирал таки будет отмщен, так сказать Не дадим его трупу, так сказать, пасть просто так Стоп, там по-моему еще одна планета образовалась Колумбия, да, она же здесь же, прямо рядом Я-то еще думаю, куда нам надо отправляться А я никак вспомнить-то не мог Вот, теперь у нас здесь, как видите, есть что-то новенькое Пробуем найти, как всегда, какие-нибудь интересные места В астероидах Иногда они встречаются, иногда нет Но бывает, если повезет нам Мы их встретим Ладно Так, Громар Громар это скалистая планета земного типа Скорее разряженной атмосферы Из криптона и эксенона Холодная поверхность состоит большей частью из меди Встречаются залежи кальция До того, как Альянс начал экспансию в скоплении Вояджера На Громаре находилась одна из частей Турианской Интерферометрического телескопа Боже ж ты мой Она была соединена посредством цепи Драгостоящих коммуникационных сверхсветовых буев Со второй частью в скоплении Беты Атики В паре они составляли виртуальную линзу Эффективная величина апертуры Которая была равна нескольким тысячам световых лет Которые отделяли их друг от друга Этот телескоп позволил Турианцам Составить очень точную картину систем термина Сканирование планеты Громар вывела на орбите Заброшенную космическую станцию Команде удалось обнаружить несколько предметов Представляющих интерес Среди них был медальон Лиги Единения Антаэтр Это необычная крупная ледяная планета Ядра которой состоит из силикатов и легких минералов Планета имеет крайне разряженную атмосферу Из криптован и ксенона Пара состоит Пара состоит большей частью из водяного льда Ледяные пласты на Антаэтре имеют отчетливые следы разломов И повторного замерзания С центром в районе массивного кратера Неподалеку от Южного полюса Согласно недавним слухам в экстернете Во время предшествующего падения империи Протеан их корабль потерпел крушение Пробив кору планеты Предполагается, что он по-прежнему находится Где-то в центре планеты Является причиной ее необычно большой массы Тщательное измерение гравитационного поля Антаэтра Со спутников показало Что ядро планеты не имеет никакой аномалии Внажен редкоземельный элемент Это месторождение Самария Так, на неферон мы сейчас как раз полетим А это у нас планета Клоджия Клоджия это парниковая планета земного типа Атмосфера которой состоит из азота и сернистого газа Поверхность температуры, которая чрезвычайно высока Имеет высокое содержание железа Встречается в залеже золота Клоджия обладает очень горячим Или тектоническим активным ядром Извержение вулканов представляет собой обычное явление А постоянный выброс газов Становится причиной увеличения плотности астмосферы Кальдера самого крупного вулкана Имеет Около 100 километров А потоки базальта из него Покрывают площадь размером с Австралию Ладно Ну и что ж Неферон это бесплодная вулканическая планета земного типа Атмосфера которой состоит из углекислого газа и криптона Поверхность имеет высокое содержание натрия Встречаются с залежем магния За исключением геологических достопримечательностей Среди которых много впечатляющих вулканов Эта пустынная планета не представляет интереса Информация о Нефероне В астрономической базе данных весьма скудна Поехали дорогие друзья На подверждаем состав И высаживаемся на эту замечательную планету Информация которой скудна И так Что же мы здесь находим Аномалия Подземное сооружение И поехали вперед Поехали вперед и вбок Потому что там есть собственно наше Наше все Потому что там есть залежи Моя любовь к залежам просто великолепна Боже, я не люблю такие скалистые планеты Вау, а здесь красиво кстати Нет, ну и серьезно красиво Особенность учитывать вот те вулканы Которые где-то вдалеке там находятся Красиво же И что же мы нашли Это залежи Тори Это залежи Тори Залежи Тори Разведать, естественно Искать ископаемые Провафлять попытку Нет, не провафлять Месторождение Тори Крупное Замечательно Поехали дальше Едем В эту сторону В эту сторону я сказал Прыгаем точнее в эту сторону И надеемся, что у нас все будет нормально По крайней мере мне бы хотелось вот реально верить Так Упс Тот момент, когда я чуть не улетел куда-то в непонятках Но машину по идее все равно не раздолбаю на самом деле Поэтому все хорошо Ой, зря я по горам скачу Ничего здесь, видимо, нету Мы уже почти доехали до края Видимо, ничего не нашли Попробуем сейчас вот на ту горку как раз подняться Я надеюсь, разработчики не те еще засранцы И не стали размещать прям в самом углу Месторождения Потому что если стали, то они те еще засранцы Мы тем не менее проверим самый угол И убедимся, что там ничего нет Там ничего нет Не упадем, главное, вниз Иначе нам придется подниматься Я этого не хочу, поэтому все будет хорошо И мы не падаем вниз А теперь наша задача тупо добраться где-то До сюда, по-моему И это минимум, куда нам надо добраться Сохраняемся, кстати, на всякий случай А то, вы знаете, тут всякое может быть Либо я как-то провафляю, что-то сделаю не так Либо еще что-то может пойти не так Либо меня убьет ваншотом молотильщик Либо, не знаю, что-нибудь случится Например, свет выключат Сохранение в любом случае нам нужно Так, что я хочу сделать Это поехать, собственно, вот сюда Поехать сюда и просто как-то Посмотреть виды на этой замечательной планете Я почему-то, к сожалению, без музыки Но и на том спасибо Хотя бы слышу, как наша машина едет И то хорошо А что-то вот там в центре меня беспокоит Это что-то определенно нехорошее Хотя, кто знает, может и хорошее Но здесь, по крайней мере, можно высадиться Так, высокая сложность для шифровки Оу Они вот, то есть, вот в этом смысле, да? Воу Воу Ну ладно Потратим на вас-таки Так, улучшение кувалды Инферно Замечательно Сохраняемся, уж фиг с ним Унигели у нас полно А вот не удивило Я знал, что ты здесь сидишь Я вот как бы знал Это было понятно По вот этому Авто, которое ты раздолбал чуть-чуть Самое малость, так сказать Тот момент, когда я просто не увидел моего врага Потому что он выскочил где-то в том месте Где его не видно На, получай, гадина Сейчас он же прям перед нами выскочит Ух Носим ноги Ух Это было близко Вот это было близко Это вот прям, вот реально было близко Ну давай Отлично 66 тысяч из него получил Так, можно ли как-то обследовать вот эту хрень? По идее нет, но Можем попробовать Нет, естественно нельзя Да и собственно Что она нам может такого дать Чего мы и так не знаем То, что как бы здесь убил группу ученых Или кого-то там Вот этот молотильщик Это как бы логично Хотя в других случаях нам, конечно, приходилось расследовать Такие же места и моменты Но Тут-то как бы все и так ясно, по-моему, нет Ладненько Попадаем со скал немножечко Я надеюсь, что я где-нибудь здесь еще найду Не найду, да? Я вас понял Я вас услышал Так Давайте тогда сохраняемся Убили молотильщика На том спасибо И собственно поедем дальше Так, так как мне надо немножечко убегать И я думаю, что Запишу эту серию покороче немножечко Ну и вы, собственно, не особо-то обидитесь Потому что следующая серия будет Уже на Вермайере, по-моему И это будет хорошо Хотя вот я не помню, кстати Куда мне надо сначала летать на Вермайер Или мне надо сначала летать на другую планету Там просто две планеты На одной будет финальная миссия А на другой будет лишь небольшие данные О кое-ком Вот не помню, какая из этих двух планет мне нужна Ну ладно, посмотрю потом По прохождению, чтобы не Лишний раз не косячить Я думаю, в следующий раз сверюсь с прохождением И уже Будем с вами тогда думать Это я так хорошо поставил этот Прям ровно Смотрите как Флаг поставил ровно на месторождение Даже не задумываясь Просто такой Чувак, тебе сюда Называется, знаете, везение Такая чисто еврейская какая-то привычка такая, да? Просто самую малость тебе прет Итак, это еще одно месторождение Тория, раз я правильно помню Если, точнее, я правильно помню Нет, это Берилий Простите Окей Месторождение Берилия 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 Почему я не так вот читаю Ладно, в общем найдено И мы можем отправляться уже На миссию, думаю Потому что Хватит здесь ездить Ну, как бы, скорее всего Где-то вот тут, наверное, есть еще одно месторождение Возможно, может быть и нет В этом не уверен Но Факт остается фактом Давайте пройдем уже к миссии Потому что Пора бы уже заканчивать серию Время, как говорится, поджимает Поэтому надо Надо двигаться Надо двигаться к миссии Итак, что у нас На миссии нам покажут интересного Там две вещи есть Есть аномалия На которую мы поедем И есть миссия Естественно, сначала мы двигаемся К аномалии Так Пока едем хорошо Пока меня устраивает И вот у нас уже Аномалия Собственно, здесь находится Ждет нас, так сказать С распростертыми руками Что же в этой аномалии такого? Найден жетону Этого наемника Цербер Найден жетон Капитана Варсинта Одного из Соларианских военных Занимавшись устранением Лиги Единения Как этот артефакт Оказался у него Неизвестно Но сам факт То, что у нас Найден артефакт Как бы И мы приблизились Еще чуть-чуть К достижению Есть разные достижения В игре Как я уже говорил Но Суть в том, что Проблема Как бы они Не засчитываются На самом деле Ну, то есть Как бы как Они как бы Конечно Засчитываются Но не совсем Простите, ребят Но сегодня Не ваш день Определенно Просто Определенно Не ваш день Мне показалось Или Где-то сбоку От меня Была Нет Мне показалось Все-таки Так Выходим Сохраняемся Как обычно И едем По делам Сохраняемся На всякий случай И здесь Внутри И уже будем Уничтожать Эту главную базу И смотреть Что же там Такое Не люблю Когда моих Коллег Так сказать Убивают Какие-то Непонятные Чучела Ну а ребята С сервера Собственно Особо хорошими Ты и не назовешь Так Отлично Осталось добить Еще вот этого Который Сзади нас Бегает Ну или он Меня добьет Как бы Как повезет Восстановление Хп мое Просто божественное Оно мне Очень нравится Снайпера Сербера Мертвы Ух Какой злой дядька-то, которого почему-то ваншотнул Гарус или кто-то из моих друзей. Так, мы сохраняться, я так понимаю, не будем, да? Не наш выбор, да? Я понял. Я понял, друзья, я понял. Не наш выбор сохраняться, это нам не нужно. Зачем нам это действительно нужно, я не знаю. Поэтому пойдем осмотримся. Нет, сохранились-таки. Так, ручное отключение. Замечательно. Опять-таки ручное отключение. Замечательно. Опять-таки ручное отключение. Я уже скоро повторяться начну. Хотя, собственно, что здесь повторяться, здесь все и так каждый раз одинаково. Ой, случайно нажал автоматическое. Ну да ладно. Аптечку. Дошифровка. В принципе, здесь ничего особо не меняется. Можно хоть так, хоть так. Так, а там, получается, больше же нет ничего, да? Ну да, здесь больше нет, только вот этот набор улучшений. Еще раз, сохраняемся, как вариант. И бежим. Бежим-бежим. Пеницелин взяли. Паноцелин, точнее. И вот у нас терминальчик здесь. Который, возможно, даст самоуничтожение или что он сделает. Не знаю, сохраняемся на всякий случай. Осторожно нажимаете низкую кнопку, в которой задается сирена. Данные из базы начинают самоуничтожаться. Вы быстро копируете как можно больше файлов на ваш компьютер. Память стерта. Компьютер выключился. Скаченные вами данные, вероятно, зашифрованы. Но у вас есть время, чтобы взломать их. Вот такие вот пироги, дорогие друзья. Ну что ж. Давайте вернемся на наш корабль. Возможно, мы получим какие-то ответы. База была, на самом деле, защищена довольно слабо. Сильного сопротивления здесь не встретил. Нет, оно было, конечно, круче, чем то, что мы встречали до этого. Здесь приходится немножко попотеть. Потому что сервер, все-таки, ребята, довольно мощный. Это, по-моему, самая сильная организация в первой части. Не считая кое-кого, кого мы встретим позже. Но, тем не менее, особого сопротивления мы с ними не встретили. Поэтому все нормально, я считаю. Так, ну что ж. Давайте тогда телепортируемся на Нормандию. И на этом, наверное, закончим. Конящее сообщение, капитан. Рекомендую послушать. Приветствую, капитан Шепард. Я представляю людей, которые хотят получить информацию о деятельности группы Цербер. Кто вы? И кого именно вы представляете? Кто я? Не имеет значения. Скажем так, я агент серого посредника. Видите ли, адмирал Кахоку связался с моим работодателем. Ему нужна была информация о местонахождении Цербера. Мы дали ему координаты, взяв с него обещание, что мы получим все копии файлов, найденных на базах Цербера. Вы имеете какое-то отношение к смерти адмирала Кахоку? У нас не было причин желать ему смерти. Он собирался предоставить нам информацию о Цербере. Информацию, которая сейчас находится у вас. Похоже, вы как-то связаны с Цербером. Иначе откуда у вас информация, которую вы дали Кахоку? Информация, это наш товар, капитан. Используя свои связи, мы выяснили, что группа Цербер проводит операции в скоплении Вояджера. К несчастью, это единственное, что нам удалось выяснить. Поэтому нас интересуют копии файлов, которые могли попасть к вам в руки. Это секретные файлы Альянса. Я не могу отдать их вам. Давайте рассуждать здраво, капитан. Цербер нарушал закон Альянса. Вы ничего им не должны. Альянс собирается передать эту информацию в какой-то архив. Но ни одна тайна не может вечно оставаться тайной. Рано или поздно она попадет к нам в руки. Почему бы вам не помочь нам? Переправьте эти файлы нам, и мы щедро вас вознаградим. Что вы собираетесь делать с этой информацией? Информация — это товар. Ее можно купить, продать или обменять. Зачем моему нанимателю нужна та или иная информация, не моя забота. Я лишь посредник. Я присягала верности Альянсу, а не серому посреднику. Очень жаль, капитан. Боюсь, мой наниматель вспомнит об этом разговоре, когда вам понадобится наша помощь. Ну да. Кстати, вот этот диалог повлияет на вторую часть. Насколько я помню, и серый посредник будет не очень добр с нами. Но после того, как мы спасем кое-чую попку, он будет нам немножко обязан. И не будет больше так выпендриваться. Ладно, на этом, собственно, ребята, все. Всем спасибо за внимание. С вами был, как всегда, Дезертир. Всем удачи и пока-пока. До новых встреч, дорогие друзья мои. Вот, да, даже подавился в конце.